Ваши сердца греют мое сердце, ваши сердечки. Давайте приступим. Белую краску сейчас открою и беру широкую кисточку и покрываю все белым цветом, немножко водички. Начнем мы с одуванчиков. Вот у меня основа белая и добавляю зеленый цвет. У меня средний такой зеленый цвет, чуть-чуть желтого. Теперь я, знаете, чуть-чуть вытру кисточку и добавлю прям совсем желтого, чтобы у меня был такой вот солнечный свет, да, вот прям солнечный-солнечный и чуть-чуть белого. Лишнее оставляю на бумаге, на салфетке и вот тут размазываю. Я поняла, что я не взяла палитру, сейчас минуточку я ее достану. Все, с фоном у нас определились, причем можно, знаете, я вот сейчас очень хорошо вытерла кисточку и можно вот такие вот мазки широкие сделать поверх, да, как вот солнечный свет. Он идет, вытираю сухой кисточкой, провожу и тогда вот эти лучи солнца, они поверх поля кладутся, именно сухой кисточкой, можно также щетиной сделать, тоже будет хорошо. Эффект именно лучей солнечных и немножко еще макаю в белый цвет, вот он белый цвет и легко-легко-легко веду кисточкой и еще чуть-чуть белый цвет. Прямо уголочек белый сделаю. Вот, пожалуйста, солнечные лучи. Промываю кисточку, вытираю ее, потому что у меня белая краска акриловая и если не промыть, не вытереть, да, то кисточка испортится, засохнет и можно будет ее смело выкидывать. Затем я беру среднюю кисточку, среднюю кисточку и зеленый цвет, такой желто-зеленый цвет на палитре. Размешиваю желтым-зеленым и вот так. И обратите внимание, у меня получается, что сливается с фоном эта штука, стебель, ничего страшного, я макаю этой же краской в коричневый цвет, ой, это же кисточка в коричневый цвет, и подрисовываю с одного края, с одной стороны. И тут небольшие такие, где у нас будут листочки, делаю прям наметку. Следующий, я промываю кисточку и у меня вот оставалось светло-зеленое, я добавляю туда белые краски, высветляю этот цвет и вот тут делаю прям побольше белого, но с зеленым. А вот тут я сделаю, добавляю коричневый, смешиваю, да, и у меня будет вот тут такая вот подножка, под цветок и здесь также. Теперь я вытираю кисточку, беру желтую краску, сочную желтую краску и вот такими прям мазками. Мазками можно по-другому сделать отсюда в центр, да, тоже как вариант, это даже будет интереснее. И чуть-чуть в белый макаю. Вот он наш одуванчик. Теперь темно-зеленым я подчеркиваю кое-какие здесь лепесточки в виде тени. У меня вот мокрые получается, да, влажные лепесточки, поэтому важно, чтобы на кисточке была краска не такая влажная. У меня просто здесь вот очень сыро получается в центре. И можно, как вариант, чтобы наш одуванчик был одуванчиком, прям вот таким ярким, привлекающим внимание, я на палитре желтый и добавляю чуть-чуть красного, чтобы в небо некоторый, ну такой апельсиновый оттенок получился желтого. Вот смотрите, смешиваю и чуть-чуть добавляю лепесточков, немножко, листочков, лепесточков в цветок. И теперь я беру щетинку, на палитре лишнее оставляю, вот прям оставляю на палитре лишнего. И вот смотрите, я делаю щетинный кружок, формирую кружок. И вот так натыкиваю. Щетина это дает очень хорошо, такой вот легкость. Заметьте, я не сплошняком, а оставляю кое-какие прозрачные такие вот места, ну и давайте опять возвращаемся к нашей белочке, к номер три. И тут еще один такой вот сделаем одуванчик. Как вариант, вот это можно было сделать открытку на голубом фоне, тоже интересно смотрелось бы. немножко коричневого. У меня сегодня желтый, очень жидкий такой получился. Если бы у меня был густой желтый, то картинка была бы гораздо интереснее даже смотрелось. Так, и теперь мы смотрим на наши листочки, да, вот на то, что у нас внизу. Беру темно-зеленый цвет, так как на нем желтый, ну темно-зеленый с коричневым. И смотрите, как елочка, я рисую елочку. У одуванчика такие заостренные кончики листьев. Я рисую елочку. Так, вам видно? Видно? Очень важно, чтобы листочки были разного размера. Но елочка с более плавными такими вот листочками. можно просто. И немножко добавляю желтого, чтобы листочки были более живописные, более объемные, более интересные. Кстати, вот это будет открытка на большом формате, тоже хорошо смотреться. И хочу немножко вот тут впереди, перед одуванчиком, чуть-чуть, и вот тут пусть будет. Чуть-чуть желтого добавлю. Немножко коричневого с палитры. Все, что есть на палитре, использую. И можно даже еще небольшие вот такие вот травинки пустить. Можно это сделать травинкой, совсем тонкой кисточкой. В зависимости от того, насколько вы хорошо владеете кисточкой. У меня вот для этого есть целый плейлист об ЭК-технике. вот там как раз показываю, даю упражнение, чтобы вы научились чувствовать кисть, управлять ею. Все, давайте я немножко дам времени, чтобы вы дорисовали. Буквально минутку я сейчас дверь закрою, у меня открылась. Давайте я включу комментарии и напишите мне, кто успел, кто не успел, кто рисовал. Да, успели или нет? Напишите мне, пожалуйста, дайте обратную связь. Девушки, успели или нет? Или молчите, потому что рисуете? Спасибо большое. Не успели, да? Я очень надеюсь, что запись будет, Ирина. К тому же вы поняли принцип, как рисовать. Реально вдохновляет. Да, рука тянется. Я, на самом деле, почему и устраиваю, и видео выкладываю, чтобы вы посмотрели, что это все не сложно. И что, когда смотришь, смотришь, самой хочется рисовать, и это реально. Вы реально сможете это сделать. Видите, ну, вы увидели, да, насколько все просто. Я вам показала секрет, как получить солнечные лучи, как получить набитый бутон. Да, вот это, как листочек, казалось бы, сложная форма одуванчика. Как его подать, чтобы это было, чтобы это выглядело одуванчиком. Просто елочку делали, и все. Так что берите кисточки, берите краски. Я вам показала, что у нас, какие кисточки, какие краски нужны. Краски гуаши у меня обычные, плюс акрил белый. Вот, опять же, я специально рисую гуаши, чтобы вы понимали, что все доступно. Не нужно идти покупать какие-то там дорогие краски, да. Опять же, у акрила свои нюансы есть. Он быстро сохнет, выдавливать его. Поэтому используйте то, что под рукой, гуашь. Ну, акварель, она более жидкая, мне не очень нравится, да. Но самую обычную школьную гуашь. Не детскую. Детская, в ней мало красящих пигментов. Она по консистенции очень плохая и плохо ложится. Вот, давайте я тогда меняю листочки. Или подержать еще. Дорисовывайте. Я сейчас уберу этот скотч малярный, потому что он, когда влажный, он легче отклеивается. Это тоже еще вам один маленький или большой секрет. А со скотчем, как выяснилось, очень аккуратно смотрятся вот эти рамочки. Так. И вот она, готовая открытка. Посмотрите. Все. Замечательно. Так. Убираю и кладу, наверное, акварельный ватман. Какой лист. Ватман тоже подходит. Чем мне нравится, опять же, гуашь? Тем, что подходит все. И ватман подходит. И акварельный. Акварельный, конечно, круче. Но тут нужно понимать, что акварельный впитывает больше. И как раз такие краски должны быть более жидкие. У меня краски в состоянии густой сметаны. Но вот сегодня у меня желтая оказалась такая жидкая-жидкая. Вот. И акварельный впитывает больше краски. Приходится чаще смачивать. Но один из секретов, больших секретов для маленькой компании полушарной живописи в том, чтобы как можно меньше мочить кисточку, мыть ее в воде. И вот этой пастозной кисточкой рисовать, макать из краски в краску. И вот если у вас будет сухая краска, то с акварельной бумагой, может быть, придется потанцевать, почувствовать просто-напросто бумагу. Вот. Открытка готова. Весенняя. Девушки заказывали весенние открытки. Весенняя. Я сейчас попью водички. Вы мне напишите, весенние или нет. И отключаю комментарии.